Добрый день, дорогие друзья! WorldExport снова приветствует вас! Не так давно на канале Фитстарс вышло видео, в котором Виктор Блуд вместе с Гогой и героями железного рейтинга участвуют в Зарубе по правилам армрестлинга. Мы решили спросить у Виктора, была ли это одноразовая проба своих сил, или он планирует снова вернуться в армспорт и порадует своих болельщиков выступлениями на турнирах руками. На самом деле я, можно сказать, не пробовал силы, я вспоминал их, то есть это такие были забытые, приятные чувства. Очень прикольно. Я получил, наверное, одна из самых лучших для меня съемок, была максимально интересных, потому что, ну, очень понравилось, потому что в свое время прям болел армрестлинг, на протяжении, наверное, полутора лет где-то так. Естественно, с непривычки связочка загудели, ну, какие-то уголочки подрастерял, но в целом, как бы, физика помогла. На самом деле не хочется это так отпускать, то есть я понимаю, что на все не разорваться, то есть и там хочется успеть, и там себя показать, но я уже потихонечку начал искать, где у нас в Питере продаются столы для армрестлинга, и захотелось поставить в зале, ну, просто чтобы стоял, иногда бороться, иногда уголочки подсобирать. Ну, я думаю, так как сейчас моя подготовка нацелена на верх тела, это не повредит, поэтому если заниматься, то сейчас очень хороший вариант и время. А почему в первый раз, спустя полтора года плотных тренировок, Виктор все же оставил армрестлинг? Да, я рассказывал об этом вот в последнем как раз-таки интервью. Я учился в лице, и у нас эта борьба на руках была почему-то в большом почете. Там вот столы для армрестлинга стояли прямо в коридорах, и прямо боролись все, девчонки, парни, то есть на переменках это как-то, ну, серьезно было очень странным, но потом все привыкли. И физрук меня всегда выписывал во все соревнования, потому что я был довольно физически крепкий, ну, всегда был с детства. Но при этом армрестлинг – такой специфический вид спорта, который требует к себе внимания и специализации. Каким бы ты крепким ни был, если ты бороться не умеешь, тебя воткнет в подушку кто угодно. В принципе, так и получилось. Вышел какой-то обморок, поборол меня вообще просто как бы, ну, настолько, что я даже растерялся. И это как бы, наверное, задело самолюбие. И на протяжении года, на протяжении года я усиленно занимался, там, потянул каких-то ребят, то есть, и поставил себе цель в следующем году выступить хорошо. И в следующем году я выступил как раз-таки хорошо, занял первое место. Вроде бы как получил первый взрослый разряд, правда, не заморочился забрать ни книжку, ничего. Вот. И потом еще интуитивно, инерционно позанимался еще полгода и благополучно ушел в тогда появившийся армлифтинг. Не то, что перестало быть интересно, то есть, вот эти все рукоятки, вот эти вот ручки, то есть, это вот какие-то специализированные тренажеры, они довольно тесненько граничат как раз-таки вот силой хвата. И это как-то получилось так, довольно-таки неосознанно. Соревнований никаких не было, спарринг-партнеров особо никаких не было. Ну, и как бы рукоятки, ручки, что-то там поднимали, поднимали, хоп, армлифтинг, соревнования. Все. Ну, при этом я работал на протяжении года или больше во всяких не самых лучших заведениях, то есть, барах, клубах и так далее. И там частенечко приходилось бороться на руках, то есть, ну, не знаю, такая тишка. Вот, и там еще, наверное, немножечко какие-то навыки при этом применял. А если все же удастся найти стол и поставить его в зал, будет ли в этих тренировках поставлена цель, которой Виктор будет стремиться изо всех сил? Ну, для начала, наверное, цель – это все-таки забороть того 55-килограммового юноша. Это, конечно, шутка, но каждый суток есть доля правды. Хотелось бы, конечно, доставить больше дискомфорта Василию из железного рейтинга, потому что, как бы, он осадил, осадил, руки жесткие у мужчины, я вам могу сказать. Ну, мне кажется, через его кисть можно попробовать пройти, можно, если хорошенечко поднажать. Но вопрос другом, надо ли ему это или нет, потому что он человек занятой, и я, как бы, все понимаю. Сейчас, как мы знаем, Виктор усиленно тренируется в стритлифтинге. Какие задачи он ставит перед собой в этом относительно новом для него виде спорта? В стритлифтинге сейчас вот прям очень плотно занимаемся, вес по тягиванию с большим весом. То есть прям, ну, идет с удовольствием, силовые растут хорошо. То есть силовая история у меня всегда прет лучше, чем выносливость какая-то или там многоповторка. Вот, поэтому цель, конечно же, получить какой-нибудь разряд. В идеале бы, конечно, это международного класса мастер спорта, но нормативы там далеко не самые легкие, поэтому смотреть более реалистично, если хорошо бы мастер спорта, ну, КМС тоже хорошо. В общем, любое звание было бы отлично. Тем более сейчас, ну, я общаюсь как раз таки с топовыми ребятами из этой тусовки. Это Виталий Фищук, Кузя. Вот, ребята действительно сильные, показывают результаты прям мощные, есть чему у них поучиться. Вот, поэтому надо сходить за нормативом. Выполнив поставленный норматив, успокоится ли на этом наш герой? Поставит себе какую-то галочку, что цель достигнута и забудет про стритлифтинг? Или будет продолжать оставаться в нем? На самом деле это зависит от организации соревнований. Возвращаясь назад к армлифтингу, организация соревнований была просто отвратительная. То есть я не буду называть ни имен, ни федерации, но все было настолько плохо сделано, все настолько как бы пилили вот эти какие-то там деньги, сносов какие-то вот эти вот жалкие, и все это было настолько убого, что это просто перечеркнуло весь интерес на корню. Если такая же история будет со стритлифтинг, то вряд ли я там задержусь, потому что как бы это не очень интересно. Если это будет хорошо, здорово, крутые соревнования, я с удовольствием останусь и буду продолжать выступать. Если посмотреть на личном видеоканале Виктора Блуда и его первые видео, то там мы найдем немало безумных трюков и челленджей, которые Виктор сам перед собой и ставил. В частности, есть видео, где он без страховки залезает на шестой этаж высотного здания по балкону. Это все делалось какой-то целью, например, для преодоления себя, или это просто все делалось под влиянием молодости и темперамента? Это было просто интересно. В принципе, я бы... Ну, если брать вот лазание по балконам, мало кто знает, я не особо распространяюсь о своей личной жизни, но был период, когда я работал промышленным альпинистом, то есть мы там забивали сосульки с крыш, мыли окна там на каких-то высотках. Зачастую все это как бы было сделано далеко не по самой технике безопасности. Корочки у нас, честно говоря, были куплены, поэтому... Но все это было сделано так на коленке, по хардкору, поэтому залезть на балкон, это как бы было самое малое, наверное, из этой истории. Но сейчас я понимаю, что у меня большая аудитория, меня смотрят большое количество и детей, и школьников, то есть довольно впечатлительных. И даже те вещи, которые я делаю со штангами, весами, они не всегда могут благотворно на конкурс казаться. Я понимаю, что если я буду делать, ну вот, то, что я делал раньше, наверное, это будет не самый лучший пример для аудитории, поэтому, скажем так, остепенился в этом плане. А каким был самый безумный трюк, который довелось исполнить? Именно если брать трюк, наверное, два трюка. Есть такая вещь, которая называется вроде как висельник, то есть это когда ты висишь в петле на шее полностью. Потом, когда я весил поменьше, я мог висеть на зубах, то есть я перекидывал полотенце через турник и висел на зубах, это тоже довольно такая экстремальная штука, сейчас я это не повторю. И если брать сценический, так как называют его Макс Боруздиных стрим, это сгибание арматуры, вот, опыдеремную ямку, когда торцом ее ставишь, упираешь ее во что-то жесткое и надавливаешь. В принципе, там есть свои тонкости, но все равно в этом мало приятного. Велась ли когда-нибудь специальная работа над созданием образа Виктора Блуда, которого сейчас знают все? Честно говоря, я, ну, наверное, о себе так сидеть тяжело, надо всегда смотреть со стороны, но на себя со стороны я могу посмотреть только как раз-таки на съемках, и вот этот вот образ, он не то чтобы очень сильно отличается от того, что происходит в реальной жизни и к тому, к чему я пришел. Все это было планомерно, интуитивно, то есть не было такого, что мы там сидели там с какими-то дизайнерами, там разрабатывали образ, так вот тут вот нужно подбрить, подделать, нет, как-то это все само пришло, собралось воедино и имеем то, что имеем. Благодарим Виктора за интересную откровенную беседу. Желаем мимо дальнейшего прогресса во всех начинаниях, а нашим зрителям напоминаем, что уже в феврале Блуд вернется на площадку Вортекс Кольпаттли. Следите за обновлениями на наших официальных ресурсах, всего вам доброго и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok